Былинные богатыри, они не только в сказках. Они живут вокруг нас, ходят на работу в костюмах. Ежегодная спартакиада трудящихся их преображает. Например, начальник управления по делам молодежи легко разбирает и собирает автомат Калашникова за 43 секунды. В этом году спартакиада посвящена 70-летию Великой Победы. Соревновались в военно-прикладном многоборе команды районных спортивных школ, сельских округов, вузов и доказывали своими результатами, что спортом важно заниматься не только детям и подросткам, но и в любом возрасте. Я считаю, что обязательно нужны такие мероприятия. Они развивают у молодежи патриотизм, физическую культуру, спортивность. Развивают, соответственно, спорт – это здоровье. Как семечки, патроны падают на брезент. Нужно на время снарядить магазин. Самые сильные – на перекладину. А самые быстрые демонстрировали бег на ускорение в полном боевом облачении. И не только мужчины. Татьяна Волкова в спартакиаде участвует третий раз. Она не имеет отношения к военному делу. Она детей воспитывает, но… А воспитатель должен все уметь. И детей воспитывать, и полы мыть, и также в таких вот мероприятиях участвовать. Я опять показала то, что я умею. Значит, я как на всех наравне с мужчинами могу это почувствовать. Очень нравится тем, что свои силы можно показать. Также целый год я бегаю, тренируюсь у нас на стадионе, поэтому очень даже интересно. Результат спартакиады удивил. Военные заняли командное третье место. Второе завоевала команда спортивной школы номер один. А победили команда управления по делам молодежи Анапы. Лучшие спортсмены представят Анапу на краевых соревнованиях.